Я не знаю, как фронтиры до этого додумались, в общем, цель сообщества, друзья, очередной четверг, с вами я Кисель, и мы подробненько сегодня об этом поговорим, что фронтиры вели, что фронтиры сделали, потому что, ну, данная цель сообщества находится, как бы, далековато, и, как бы, награды такие, ну, не стоят, собственно, того, но все же рассмотрим, рассмотрим, что тут у нас происходит. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмя, контент. Поехали! Начнем с тех приколов, которые у меня были связаны с этой целью сообщества. Я ее не видел ни на Инаре, я ее не видел ни в игре, ни, собственно, на карте галактики. Если что, вот эта вот система, Синуэф, СЕР, С2, 1-6. Сейчас, по крайней мере, все это дело отображается. Да, как бы, системка понятна, все ясно, все хорошо, но, как бы, есть одна проблемка, находится это все дело довольно далеко. И добраться сюда своим ходом, без флотоносца, конечно же, можно. Можно поставить на корабль, который вы будете использовать, топливозаборник, либо исследователям туда долететь и заказать корабль. Но, как бы, 838 лет, ну, такое себе. Плюс, что удивительно, в той системе, где проходит цель сообщества, уже все места под флотоносцы заняты. Удивительно. Цель сообщества, но сметь лишь только одну сторону, поэтому только одну точку сбыта. Это Heard of Taurus. Мега-шипчик. Который находится на орбите газового гиганта. Давайте слетаем туда и почитаем, что у нас там происходит. Ну и какие, конечно же, награды. А пока мы летим сквозь глубины космоса, друзья, подготавливайте корабль, соответственно, что я имею в виду. Вам нужно будет добывать майнинг. Вот подсказочка по поводу гайда по майнингу. Если не смотрели, не знаете, посмотрите, там большинство вопросов будут разобраны подробно. Ну а здесь нам нужны просто, грубо говоря, проходочные лазеры. Дроны-сборщики. Дрон-геолога-разведчик. Очиститель, конечно же. И грузовые стеллажи в плане кораблей. Я бы вам рекомендовал использовать каттер, если он у вас есть, потому что в него много вылезает. Нету каттера, берите Type 9, анаконду. Нету больших кораблей, берите питона. Блин, берите хоть Type 6 на самом деле. Чем больше корабль, тем в него, собственно, больше и влезет. Будь то груз, будь то дроны, которые вы сможете использовать для сбора. Чем больше дронов, тем быстрее собираете. Ну, я думаю, суть вы поняли. И да, прежде чем я проканусь и буду вам зачитывать все это прекрасное дополню, вам нужен будет сканер поверхности, чтобы сканировать еще кольца и искать различные точки по добыче. Не забываем об этом. Ну и еще один момент. Обратите внимание на плавность картинки. 60 кадров на высоких настройках в Одиссеи, кстати. И это довольно похвально. Фронтиры что-то там подкрутили в плане оптимизона. Но это в соло. В опене, скорее всего, будет по-другому. Ибо разница была на стримах. Учтите это. Еще, скорее всего, в опене вас будут ждать ганкеры. Если полетите в опене, друзья, просто поставьте призматические щиты. Либо обычные размеры. Ну, допустим, вот каттер. Вот шестые щиты, усилители щита. Этого вам хватит, чтобы улететь, если что. Ну и, конечно же, буст. И лучше посмотреть это видео. Подсказочка вылезла. Видос касательно того, как уходить от перехвата. Надеюсь, не забуду подсказочку. Переходим к цели сообщества. Инициатива Tyrus Mining Ventures. И да, кстати, вы можете зарегистрироваться, даже находясь на другой станции, если что. Специально зачитываю. Люди могут сейчас находиться не в игре. Видео поставили на фон. И будут в курсе того, что происходит. Не забывайте то, что цели сообщества, друзья, это продвижение сюжета в этой игре. Это очень важно, как по мне. И да, что такое цели сообщества и с чем их едят, тоже. Есть видосик, подсказочка вылезет. Блин, слишком много подсказочек. Боюсь, забуду все поставить. Таурус Mining Ventures обращается к пилотам за помощью в деле добычи и доставки ресурсов в системе Синуэфе, тра-та-та-та-та-та-та, номера и буквы. В течение последних недель корпорация проводила исследование необычного, как они утверждают, радиационного излучения, обнаруженного в Синуэфе опять номера и буквы. Теперь корпорации требуются организовать поставки минералов, добытых из небесных тел системы. То есть, судя по всему, именно из этой системы придется добывать, и вариант с «купить и продать» не проканает. Такое уже было с целями сообществами, с целями сообществ, где у нас был майнинг. Чтобы изучить коммерческий потенциал изменений в молекулярной структуре, вызванных этим излучением. Доктор Рубин Карпентер, глава научного отдела компании, рассказал подробности об инициативе. Я очень рад дать пилотам возможность поддержать наши научные исследования, которые, как мы надеемся, принесут прибыль всем участникам. Нам требуются колтан, гидроксид лития и кристаллы моногидрата метанола. Все эти минералы необходимо добыть из мест внутри системы Синуэфы номера и буквы. И доставить на гигантский корабль Heard of Taurus. Вспоминается, почему-то этот мегашип, он где-то уже был, и StarCraft Heard of a Swarm, вроде так называлось. Игрушечка. Мы также заплатим за доставку таких же ресурсов, которые были добыты в других системах, однако интересно. Это позволит нам сравнить образцы, впоследствии отрегулировать наши коммерческие процессы. Кроме денежной награды, Taurus Mining Ventures предлагает до трех раскрасок. Лучшим 75% участников компании. Количество раскрасок будет зависеть от достигнутого уровня. Первый уровень Type 6 Military Pesachny. Второй уровень Type 9 Squadron. Тени. И третий уровень Python Apollo. Зеленый. Фракция начала семидневную кампанию, которая завершится утром в четверг 7 апреля 3308 года. Вот оно как. Вот оно как. Да, все-таки копаем мы не только в этой системе. Мы также заплатим за доставку таких же ресурсов, которые были добыты в других системах. Но мне кажется, самое нормальное будет копать здесь. Раз уж нам пишут то, что можно добывать в этой системе, зачем нам лететь в другую? Развлекаемся в этой. Полетели смотреть, что он тут вообще на карте, сколько у нас газовых гигантов с кольцами. А их тут довольно порядочно. Собственно, рядом с которым мы находимся, еще три штуки. И у другой звезды, или непонятно чего, еще два. Давайте посмотрим на примере самого ближнего. Проводим сканирование. Одного дрона будет достаточно. Он просканирует полностью. Отлично, видим пятнышки, заходим в нашу навигацию. Так, опалы бездны, третий, бромелитик вижу, грандидьерит. Листаем, листаем, листаем. И что-то как-то... А вот еще низкотемпературные алмазы, третий. И что-то как-то... Как-то все. Давайте к другому. Ну, прежде, еще одно небольшое отступление. Денюшки. Что выгоднее копать и выгоднее возить и продавать на этом мегашипе? Калтан. 61 с копееками тысяч за тонну. Остальные штучки уже гораздо меньше. Кстати, на вот этой вот планетке... Только лишь одна точка. Грандиндьерит. Летим дальше. Я специально показываю, что происходит в системе. И, ну, как бы тут, смотрите, низкотемпературные алмазы, бромелит, опалы, 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 бромелит, низкотемпературные, как бы, грандиндьерит. Возможно, нам придется просто-напросто рандомно высаживаться в любой точке кольца и находить нужные штучки нам там. Но мы еще не все посмотрели. Мы пока только лишь здесь. Так что продолжаем путь. И все смотрим. Да, здесь прыщей, конечно, так нормально. Но все же, что же тут у нас находится? Низкотемпературный александрит, бромелит, опалы, александрит, грандиндьерит, опалы... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну ладно, полетели к... Тем двум, которые находятся далеко-далеко-далеко. А лететь тут, ох, как близко. 77 с половиной тысяч световых секунд. Если там все же что-то будет находиться и вы это выкопаете, рекомендую не лететь обратно, а выпрыгнуть в другую систему и прыгнуть из той системы в эту обратно. Сэкономите время. Меня теперь терзают смутные сомнения. А вообще, то, что нам написали добывать, бывает в точках? Ну, в подсвеченных, как вот с опалами бездны, скажем. Мне уже кажется, что нет, и нужно будет пользоваться Вики, чтобы узнать, в каких, в каменных, либо в ледяных кольцах нужно это дело добывать. В общем, сейчас будем разбираться. Мы тем временем уже подлетаем. Мда, только одна точка. И что же это у нас? А это низкотемпературные алмазы. Прелестно, 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 прелестно. Кажется, вариант с Вики остается довольно интересным. Но есть еще одна планета, может быть здесь, все залежи. Фиг его знает. Полетели проверять. Финальная планета в этой системе. И что у нас получается? А тут только две точки. Тут у нас Грандит Грид и третий. План Б. План Б. Летим к газовому гиганту, который находится у нас в этой же системе. Самый первый, у которого различные типы колец. Я говорю про этого. Видите разные кольца? Слетаем туда, посмотрим, что там. Но уже будем непосредственно выходить в сами кольца. Не на точки. Обращаю ваше внимание на Вики, прежде чем мы продолжим. Смотрите, это Калтан. Разработка стероидов, насыщенный металлом и каменный. Значит, будет там. Но прикол в том, что другие два типа минералов находятся в ледяных кольцах. Давайте-ка просто слетаем в те каменные кольца. Я проведу там, не знаю, 10-15-20 минут. Пытаясь это выкопать. А потом проверим еще ледяные. Мда. Других вариантов я просто не вижу. Какая-то ЦСочка, я вам скажу, неинтересная. Скажем так. Если что, на вкладочке планеты можно посмотреть данные. Колец. Каменный. Ледяной. Ну, понятно. Мало ли вы не знали. Я, конечно, не буду говорить вам, бойкотируйте данную цель сообщества. Но учитывая то, сколько всего здесь нужно, блин, делать и как рвать Пепу для того, чтобы завести и получить эти волшебные окраски, так вы еще и толком ничего на этом, скорее всего, ну, в больших количествах, не заработаете. Выгоднее будет покопать пейнит и продать его. Да и к тому же, на кого рассчитана данная ЦСка. Потому что что? Потому что находится это почти в тысячи световых годах от системы СОЛ. Для олдов олды не полетят. Олды, блин, не знаю, ганкают друг друга по фану, летают на таргов, делают какие-то другие вещи, но не это. Есть ли, конечно, есть в этой игре фанаты? Фанаты, прям ярые фанаты роллплей отыгрыша в майнинге, то, возможно, это для них. У меня сейчас 218 дронов. Будет понятно, сколько астройдов я просканировал, прежде чем нашел. И да, не забывайте то, что большие корабли довольно тяжелые. Да, и тормозят долго. Особенно катер. Что получается? У меня 218 дронов. Будет понятно, сколько астройдов я просканировал и сколько я собрал. Но, честно, у меня очень большие сомнения, что это будет приемлемое количество. Потому что сейчас тут пока что нет того, что мы ищем. Великолепно. Спустя получается 11 дронов я нашел. Колтан 22,5%. Ну, раз уж приехали, раз уж собрались все мы здесь в этот прекрасный день, покопаем. И да, конечно, нужно подлететь поближе. Пошел фарм, пацаны. Ради раскрасок. Ради всего прекрасного. 10 минут безостановочного сканирования астероидов и один я даже выкопал. Что у нас получается по цифрам? Как бы почти 30 астероидов просканировано. Те 9 дронов, которые я выпустил, я, конечно же, не учитываю. И за все это время был только лишь один астероид, который попал на видео. 4 тонны колтана. 4 тонны. Еще раз. 4 тонны. Это у нас получается 6,4, 24,240 тысяч. Круто. Ладно, окей. Давайте покопаем в ледяных кольцах другие штучки. Ну, гидроксид лития, метаны и все остальное. Может быть там будет лучше, потому что там лучше может быть. Ибо я те штуки хотя бы видел, когда копал, и когда были стримы касательно майнинга и прочее. А колтан я вообще в первый раз вижу и в первый раз о нем слышу. План такой же. 10 минут у меня сейчас получается 180 дронов, если не ошибаюсь. 181, да. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Свершилось чудо. Нашелся камень. Гидроксид лития. 10%! Офигеть! И да, я, кстати, кое-что попутал. Я неправильно прочитал. Точнее, прочитал-то я правильно, но понял неправильно. Кристаллы мангидрата метанола. А я надеялся, что это квадрат метана. В общем, название, название, еще раз название. Тем временем, время-то идет. Вот это навар, обратите ваше внимание. Гидроксид лития 14,5% и кристаллы мангидрата метанола 4,25. Ну все, сегодня разживемся, ребята. Прям разживемся по полной программе. Будем топ-10 человек в этой цели сообщества. Потому что никто, походу, на нее не полетит. Короче, прошло 10 минут. Что у нас получается? Давайте посмотрим. Заходим в снаряжение. Клодрат метана нас не интересует. Гидроксид лития 6 тонн. И как бы... Все. Ну и колтаун 4 тонны. Остальное нас не интересует в данной цели сообщества. Пойдемте-ка, наверное, все это продадим. И посмотрим, куда мы попадем в плане топа в данной цесочке. Ну и сколько на этом мы, естественно, заработаем. А все, что нам не нужно, сейчас скидываем за борт. Великий момент. Продаем все это дело. Колтан. Хопа, 246 тысяч. Бэмс, гидроксид лития. Бэмс, 340 тысяч. Крутяк. Посмотрим теперь, где мы находимся в цели сообщества. Мне кажется, в топе. А, нет, смотри. Собрали 2745 единиц. Что, блин, я делал не так? 54 человека. Либо они везут из других систем. Нет, конечно же, конечно же, конечно же. Вы можете добывать что-то еще в других системах и попутно собирать вот те элементы... Извините меня. Минералы, которые падают там, потом везти-то сюда, здесь это дело продавать, но... 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 Большое но. Если вы меня спросите, буду ли я участвовать в этой цели сообщества, я уже запинаюсь просто со всего, то вот что я вам скажу. Нет. Спасибо. Спасибо, но нет. Я не хочу участвовать в данной цели сообщества. Вы скажете, ему цель сообщества не нравится, ему это не нравится, лишь какой подавай ему то, подаваем пятое-десятое. Ребята, понимаете, когда идет на цель сообщества определенного типа, то как бы Фронтир видит активность, и если людей участвует много, то по идее, по логике, на их бы месте я делал так, типа, ааа, люди любят боевые ЦС-ки, делаем боевые ЦС-ки больше. Люди любят копать. Люди любят копать, неведомо что, неведомо где. Делаем этого говна больше. Вот так вот это работает. Плюс, не забывайте, что могла быть другая цель сообщества, как-никак, связанная с торгоидами, почему бы и нет. Как бы вторжение, сколько времени идет, торгоиды нападают на станции, но нет, мы будем с вами играть в Копатели Онлайн. Ммм. Ммм. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши лайкосики, просмотры, подписочки, и все это прекрасно. В описании под видео, ссылочки на плейлисты по различным темам, по элиточке и другим играм, и один гигантский воистину плейлист со всеми видосами касательно Elite Dangerous, который я для вас отснял, друзья, там свыше 670 видео по данной игре. Да, много я отснял, и много работы еще предстоит, потому что фронтиры не стоят на месте и вводят новый контент, скажем так. Так что видосы еще будут, не бойтесь. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, на которые буду счастлив, если вы подпишетесь, это очень сильно мне поможет. Такие как Трово, там проходят стримчики, группа ВК, Дискорд сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, или сегодня на стриме. До встречи.